Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Сегодня мы поговорим про очень необычный костюм, который вели на Корее. Также рассмотрим изменения в умениях, которые были сделаны в мае на Корее. У нас в русской версии игры Аркетч тоже будут, если что, свои изменения в умениях и довольно сильные. Эти изменения у нас будут аж за полгода игры. Ну а также сегодня стартует уже всем знакомый розыгрыш Сиольки. Во-первых, как я и сказал, на Корее вели довольно необычный костюм. То ли это клоун, то ли это шут, не знаю, выбирайте сами. Но, как по мне, ни на то, ни на другое он не похож. У данного костюма, если что, можно покрасить верхнюю часть одежды, такая некая курточка. Если бы они реально сделали нормальный костюм клоуна или шута, было бы прикольно. Было бы еще ничего, если бы снять с этого костюма вот эту дурацкую огромную корону и какую-то игрушечную голову клоуна. Ну а как вам данный костюм? Пишите в комментариях. Во-вторых, как я уже и сказал, сегодня стартует розыгрыш Сиоли. Разыгрываем 5 штук Сиольки по 10 дней. Правила же для участия все те же, нужно подписаться на канал и оставить любой комментарий под этим видео. Итоги данного розыгрыша подведем к концу следующей недели. Ну и в конце у нас старый знакомый ребаланс умений от наших любимых корейских разработчиков. Не спорю, ребаланс нужен, но как бы это как часть должна быть какого-то патча, каких-то изменений. Но сам крафт в игре давно лежит и не дышит. Первое изменение у нас будет про ветку Гипноз. Умение Слуга Бездны основное. Каждую одну секунду демон теряет 3% здоровья. Было 5%. Когда демон атакует противника, он забирает у него ману в размере 1-2% от максимального количества маны противника. Как было гомном, так и осталось. Поехали дальше. Умение Дыхания Дауты. Все стихии. У противника, пораженного Дыханием Дауты, уменьшается сноровка на 80 единиц, а скорость передвижения на 10% в течение 4 секунд. Здесь на противника теперь вешается эффект Замедления. Так что можно будет делать новые комбинации. Опять же, в теории, на практике не знаю, как это может быть. Ветка Преследования. Здесь она, кстати, получила неплохой ап. Первое умение Азарт Мстителя. Все стихии. Изменения в комбо. Если на цель действуют эффекты Нематы, урон повышается на 4%. Применимо к ружьям и лукам. Умение Стрельба в движении. Показатель пробивания брони повышается на 600 единиц. Было 300. Эффект может суммироваться до 5 раз. Было до 10. И рассеивается, если персонаж остается на месте дольше секунды. Эффект действует в течение 1 минуты. Короче говоря, те же 3000 пробива здесь можно накопить, только быстрее в 2 раза. Следующая ветка у нас Оборона и умение Неуязвимость. Любимое умение многих игроков, которые берут Оборону. Ну а теперь оно им станет нравиться меньше. Наделяет заклинателя Неуязвимостью в течение 5 секунд. Было 6 секунд. Находясь под эффектом Неуязвимости, восприимчивость к исцелению уменьшается на 70%. До этого было 50%. Вот эти 50% по сути должны быть у нас в майском патче. Ну а 70% по сути подъедут в декабре. Ветка Мистицизм, умение Прощальная месть. В момент смерти тело заклинателя взрывается, нанося всем противникам в радиусе 7 метров, было 8 метров, x единиц урона от заклинаний и оглушая их на 3 секунды. Было 4 секунды. Ну и под конец ветка Гнев. Здесь у нас изменения в пассивном умении Гнев Кириоса. При использовании парного оружия или щита, урон умений специализации Гнев увеличен на 10%. При использовании двуручного оружия, урон умений специализации Гнев увеличен на 4%. До этого здесь пассивка просто повышала урон умений специализации Гнев на 7%. Напомню также, что сегодня стартует небольшой розыгрыш Сиольки, где основные правила это подписаться на канал и оставить любой комментарий под данным видео. Ну а также, если вы прожмете лайк данному видео, то ваши шансы на выигрыш увеличатся. Ну а на этом у нас пока что все. Всем до завтра.